Кто сейчас вашник последовал? Ну давай, ладно, встреча, да, до знакомства. Я бы тоже на стритке ездил. Вот если там сиську какую-нибудь положить на приборке, тогда уже. Болт сказал типа, Джет, это Антон Воротников в мире мотоциклов. Херня полная. Эйо, чуваки, всем привет, с вами Взрывной Майк, я сейчас нахожусь в Екатеринбурге. Для тех, кто не знает, в Екатеринбурге из мотоблогеров живет Джет 00CBR. Мы тут на днях устроили с чуваками флешмоб прямо на стриме. Они написали им под последним видео хэштеги Explosive Mike, там едет в Екатеринбург, сними с ним видео и все такое. После этого я написал Джету в ВКонтакте. Как вы знаете, я его заведомо считал таким ЧСВшником. Болта даже спрашивал, Болт якобы подтвердил эту мысль. Но я не люблю судить людей со стороны. Я должен узнать как бы человека, чтобы точно сказать ЧСВ, он там не ЧСВ, а плохой, хороший. Короче, людей судят по поступкам, а не по слухам. И сейчас я вот в отеле, в номере нахожусь. Кстати, вот мой оператор. Четкий прыжок, брат. Сейчас Джет едет ко мне сюда. Он мне написал, что уже заказал таксиху. Собственно, сейчас я с ним пообщаюсь. Джет уже внизу, в баре ждет меня. Сейчас пойдем к нему сразу со включенной камерой. Я уснул аж немножко, пока его ждал. Спала 4 часа сегодня. Тяжко. Я как всегда сразу с камерой. Привет, Миша. Я с чем можешь сказать имя, я вырежу. Вот ты выключишь, я тебе скажу. Ты видел комментарии, которые тебе описали с хэштегами? Я комментарии видел, но я как бы что-то не стал искать, что к чему. Предыстория. Давно-давно я снял видос, где такая была а-ля пародия на тебя, потому что я взял у чувака, и написал тебе по поводу рекламы. Типа, можно ли сделать рекламу. Потом предложил ему какую-то коллаборацию. Ну, это я помню. Я не знаю, может быть, тебя это пугнуло. Я, короче, тебя дублирую. Типа, ну, чувак, рекламу ты сделаешь мне. А я еще тогда писал Влад 1000 RR, ну, вот этот, который, типа, на заднем ездит, чувак. И тебе, короче. Вот. И бац, ну, ты мне не отвечаешь. Я думаю, блин, чувак, вообще, типа, что-то, ну, думаю, может быть, такой пафстный, типа, там. А сколько ты, кстати, снимаешь уже на ютубе? С 12-го года. Пять лет. Пять лет уже, серьезно. А ты первый начал или болт? Ну, и я, скорее всего. Ты, да? То есть, блоги на камеру с ездой на мотоцикле, скорее всего, если с болтом сравнивать, то я, да. Там был еще один чувак, который раньше меня на неделю успел. На неделю. Кстати, мне рассказывали, вы какого-то типа, я не помню сейчас никнейм, но он, типа, перестал уже, по-моему, снимать, да? Ну, он что-то полгода поснимал, потом питбайк купил, полгода поснимал и все забросил. Короче, потом я пишу этому Влад 1000 RR, типа, чувак, ну, я, там, стартую, делаю канал, вот, хочу рекламу приобрести. Значит, договоримся мы о рекламе. Я говорю, вот, я там писал Джету, короче, что-то он вообще, типа, проигнорил, не ответил мне по поводу рекламы. Он такой, о, он мне тоже, типа, я ему писал, когда у него было, там, тоже 5000 подписчиков, типа, он мне тоже не ответил, он, там, типа, пафосный, короче, ЧСР и все такое. И я думаю, ну, окей, как бы. Ну, и в целом, как бы, я твои видосы, наверное, начал смотреть, когда ты уже показал лицо. Опять же, смотри, вот, у меня сложилось такое впечатление, да, что ты пафосный. Про меня сейчас говорят, что я московский мажор. Но люди не знают, что я простой чувак из деревни, который, ну, как бы, мне родители, там, не пичкают деньгами, я приехал, как бы, вот, что, сам, там, пытаюсь, как, что-то сделать. Вот, то есть, мнение бывает обманчиво. И сейчас я в проекте в этом прилетел в Екатеринбург и думаю, блин, ну, надо, короче, встретиться с чуваком. А ты бы узнаю, ты хоть рассказывал, с чем ты приехал? Ну, так, в двух словах я рассказывал, в принципе. То есть, реальность всех вопросов такая, что ты вообще тут делаешь? На самом деле, я очень хотел встретиться с джетом. О, ничего. Мы снимаем про города, именно про ночную жизнь, про клубы, про заведения. Этот город, он пятый у нас уже по счету. Да, рекламная правда, да. Ну, давай, ладно, встреча, да, до знакомства. Так вот, короче, думаю, надо познакомиться, убедиться. Вот, я не люблю просто врать, честно. Раньше видосы как-то я твои, ну, мне они нравились, сейчас, ну, мне это неинтересно. А это, это что? Вот эти, например, покатухи ваши с Никитосом, да, но сейчас я тебе попытаюсь объяснить. Тогда моя жизнь, мото-жизнь не была насыщенной, да, то есть, может быть, поэтому мне было тогда интересно, а сейчас менее интересно, ну, потому что я смотрю видос и, как бы, ну, я так же угораю с чуваками каждый день, может быть, поэтому мне неинтересно. Потому что, понимаешь, часто говорят, типа, о, раньше видосы были интересные, а раньше-то когда? Когда я выкладывал, типа, поездки под музыку, что ли? Ну, нет, смотри, я твои видосы смотрел, обзоры всегда. Это, кстати, еще один актуальный вопрос, вообще, какие у тебя мысли насчет твоего канала? Я вообще ничем не ограничиваю, у меня Сити Тортнев, что-то я... Я не придерживаюсь никаких, там, каких-то определенных тем, что, типа, вот, нельзя-то уходить, типа, люди разбегутся, у меня такого нет вообще. Я, в общем, не парюсь по этому поводу, абсолютно любой формат готов. Я вижу, что он мне интересен, первое, что я начну делать и никого не спрошу. И начнется, естественно, о, это раньше видосы были лучше, старая тема, знаешь. Я вот сколько, пять лет делаю. Каждый год приходят новые типы видео, и каждый год новые, типа, раньше было лучше, раньше было лучше. Причем они все про разные говорят. Мне понравились твои видосы, когда ты про трек вот этот начал проект, типа, переделывать Сибирку. Ну, кстати, многим нравится, но просмотров-то не очень много. Ну, это проблема Ютуба. Ты видел мой видос, как бы, с сиськами, которые ни о чем, которые почти 4 миллиона. А я должен конкурировать со своим Сибиром, с такими вот видосами, знаешь, с сиськами. Вот если там сиську какую-нибудь положить на приборке, тогда уже... Ну, слушай, это вопрос еще, как бы, самой аудитории. Вот тот же Влад 1000рр, я, конечно, с ним переписывался, общался, вроде нормальный тип. Но я считаю, что он заложник просто своей аудитории уже. У него собралась вот эта школьная аудитория, которая просто требует от него этих видосов. Как проверить аудиторию? Просто заходишь на ВКонтакт в группе и смотришь, кто там положительные отзывы пишет. Типа, ой, ты там самый лучший, самый лучший. Слушай, да по комментариям можно, на самом деле. Вот насколько адекватные комментарии, орфографические ошибки, ну, то есть плюс-минус, как бы, ты примерно понимаешь. И вот это видео, как раз 4 миллиона, там же куча вот этих комментариев, там типа шлюха, то есть там дебилы, ездить не умеет, едет как овощ, кто-то пишет наоборот, ты там гоняешь как придурок. Ну, то есть сразу видно, что люди далеки от мото-темы, от мото-жения. Это очень хороший показатель, потому что это видео вышло в тренды. Да, да, да. Когда приходят абсолютно левые чуваки, которые видят мотоцикл первый раз, либо там второй раз в жизни, они начинают всякую херню писать, типовую, знаешь, фарш, там знаешь, вот это вот. Да, да, да. Типовой набор обязательно, там, обязательно анекдотом, знаешь, приходят... Они каждый год новые. Да, 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 вот. Кстати, про камеру, почему ты снимаешь на дрифт, она же хреново снимает, у тебя какой-то, типа, рекламный контракт? Нет, нет, нету ничего такого. Ну, сейчас вышла четвертая камера, ГОСТ-4К. А у тебя три получается сейчас, да? ГОСТ-Су называется, я не знаю, какой он там по счету, но он снимает хреново, но самое важное, что для меня, ну, самые три важные, три важные вещи, это батарейка, сколько держит. У тебя сколько на камеру записывает? Слушай, ну, чуть больше часа в летнее время. У меня четыре часа. У меня три батарейки, я собираю. Да, вот ты ездишь, как бы, и думаешь, вот сейчас, вот мне менять батарейку или не менять, час это вообще ничто, просто ничто. А мы катаемся, вот на один раз зарядили, и весь вечер катаемся, мы даже не вспоминаем про камеру, про батарейку. Плюс еще один важный момент, это крепление само по себе и форм-фактор. А я, кстати, вот Sony за это тоже люблю. У него, видишь, у него проблема в том, что у него линзы неповоротные, и ты все равно сделал кронштейн. Если бы она просто вот так вот в лепешку сюда прикреплялась, и линзу повернул, горизонт выставил и катаешься, вот это было бы просто незаменимая камера, я бы, скорее всего, с Sony ездил. Ну, и сейчас вышло 4К, Гост, так что все, качество подтянули, сейчас она снимает как GoPro, 6-ая. И типа, ну, так же долго держит заряд, все это, все это? Три с половиной часа держит, еще можно батарейки менять там, можно еще раз поставить, она еще будет тебя снимать. Я сейчас по центру города, ну, в принципе, там мы чуть-чуть походили, поснимали, посмотрел. У вас тут, по сути, наваливать-то и негде. Почему Спартуха? Почему не стрит? Я просто пропагандирую стриты на интернете. Я бы пропагандировал, если по треке не было, допустим, я бы на треке не ездил, я бы тоже на стрите ездил. То есть ты прям из-за трека вот изначально взял Спартуху? Как сказать, я сначала вообще не понимал, куда я по этому буду двигаться, потому что мне было интересно на треке выезжать, ну, так, чуть-чуть иногда. Потому что в этом взял F4 и думая, что она, типа, как спорт-турист, тоже. Херня это все. Это Спартуха. Спартуха конца 90-х. Такая же неудобная посадка и тоже верховой двигатель до ужаса. И снизу вообще не ею. Так что все, кто смотрит на F4 и думает, что спорт-туристы будут удобно, не комфортно ездить в городе, херня полная. Либо ты ее продашь, не выехав на трек, либо выезжаешь на трек, покатаешься, поймешь, что трек тебя зацепил и сделаешь, как я, продашь F4 и купишь уже более трековый мотоцикл CBR 600R. Или я шестую, или джиксер, куда ты попрет. В общем, вот что со мной произошло. Я сначала покатался там по городу, за городом. Ну, в основном, конечно, да, за городом катался, потому что на Спартухе за городом просто раздоли. Всегда, где серпантинчики у нас есть, там, и можно там позакладывать. То есть за городом хороший асфальт прямо здесь? Да, у нас хоть куда поедешь, он везде будет хороший. Там пару мест, если поедешь, там будет плохой. Так, все, на счастье. И, короче, вот, за городом в основном катал, потом поехал на трек и все зацепил. Настолько, что сейчас переделал полностью под трек мотоцикл CBR. Сейчас мне не осенено, чем ездить в городе, по сути. Я видел болта на выставке, подошел к нему, специально про тебя спросил. Я видос видел, кстати. Видел, да? Мне скинули. Я не знал, кто такой Антон Воротников, да. Я посмотрел, кто такой, ну, видосы Антона Воротникова. И типа, Болт сказал, типа, джет – это Антон Воротников в мире мотоциклов. Я не знаю, как это понять. Может быть, ты можешь объяснить? Я тебе могу объяснить его логику, как он думает. Типа, если ты не потерёшься и не ведёшься естественно, как он считает, то есть ты материшься, ты ведёшься естественно. Если мне материшься, то ты ведёшь себя как плюшевая мишка, да, как ведущий. соответственно воротников тоже не матерится ну так иногда бывает и его считает что это скучно это да это унылый блогер в его понимании но я тоже не понимаю на самом деле где он сравнил потому что схожести с его с воротниковым лично болта гораздо больше как минимум в том что он сопротек рекламировать понимаешь что все такое такое такие вещи это все до он 2 собрались два чувака обсуждают 3 до 7 веселого смотришь на ю тубе не обязательно мотоблогеров youtube вообще одну насколько ты смотришь следи за трендами там типа чтобы со свою контакт не то есть я так или иначе все равно нахожусь теме такой и верхушки трендов но я часто часто просто вижу название вижу картинку я уже понимаю о чем речь что там будет поэтому я даже многие видосы не включая но знаю что они существуют знаю куда идет и смотрю по просмотрам вижу что сейчас очень какой продукт востребован и некотором плане даже собственно корректировать то нечего то что я этого делать не буду я для себя это знаю многие вещи и конечно типа дал ребенку показать включая вторую переда девочка научиться включать передачу девочка учится и подножь красавица держалась до последнего но это смене человек правильно ну да мне жена дело то еще не в этом в том что это возрастная группа которым интересны сиськи и мотоциклы сиськи мотоциклы это очень такой взрывоопасный симбиоз и он и гарантирован на успех то есть просто мотоцикл он не очень а просто сиськи они как бы ну и чё надо все равно какой-то там сюжет или все тип того поэтому когда есть сюжет как хоть какой-то красавица держаться не про не важно нам афоне не афоня там или с мотоциклами она будет гарантирован на успех просто тут еще в данном случае это мотоцикла еще по поводу открытой лица кстати хотя поговорить да почему-то скрывал и почему решил почему это делают почему почему это дело да ну про себя я про себя расскажу что я занимался другой деятельность и мне это в работе не нужно было чтобы не узнавали одна из причин но вторая такая для меня не могу как бы не особо важная но это такой орел мистичности создает конечно привлекает аудиторию но тоже молодую аудиторию привлекает для взрослой дяди не к вообще насрать там кто ты там такой как ты там выглядишь не главное суть ты мне суть давай это они взрослая аудитория там фанатей фанатеть там знаешь за кого-то бэтмена невидимого вот это все как раз молодая аудитория собственно если я когда я открыл ее а лицо я конечно много приобрел немножко потерял там из-за того что тот же самый орел мистичности пропал но приобрел конечно бы гораздо больше я уже не скован ничем могу делать все что угодно и при этом не париться особо с тем что меня узнают потому что сейчас у меня основное это деятельность блоги то все все такое и сейчас для меня удобно то что это очень узкая специализированная сфера что я широко известен в узких кругах как говорится ну да 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 то есть меня как я могу спокойно по улицам ходить но иногда узнают то есть где-нибудь торговых центрах там где-нибудь на парке развлечений да мне бывает а подходит фото а вот чтобы я ходил по улицам и постоянно там у меня сходили фоткали конечно такого не будет никогда не будет что это миллион будет подписчиков но такого не будет слушает искал основная деятельность я как дуть спрошу ты реально этим сейчас хорошо зарабатываешь ну как хорошо не хватает на жизнь местным по местным по меркам я просто ну я тоже об этом мечтаю понимаю что густо то пусто зимой вообще потому что контент падает тем более оплата план падает после в январе феврале ты увидишь это и если говорить про форматы видео что больше любишь снимать типа обзоры или покатухи или что-то еще проще всего но для себя именно обзоры когда ты из кучи всего из кучи файлов никак не как бы нет не цепляющих выстраиваешься это конечно только мотивация это делать есть особенно когда людям нравится а пока то еще там пока катался день три дня смыть за три дня смонтировала на обзор бывают и две недели уходит только просто дня 4 только музыку подбираешь если говорить вот я типа на стриме опять же говорил типа вот я там думаю что джет тип честь ваш ником кто-то начал писать типа да да он не отвечал да он такой он такой расскажи если какая-то определенная причина почему ты многим не отвечаешь может быть это занятость твоя я когда-то отвечал когда у меня было мало ли этого мне люди пишут первое там знаешь когда первое пошли подписчики о мне люди пишут вопросы всем отвечал если естественно когда человек спрашивает ему отвечаешь еще десять других вопросов задают уж когда ты это надоедает отвечать но это просто никуда он говорит спасибо ушел безменный на место его приходит еще стоит таких же прямо в прямом смысле причем это несколько него не утвержу реально там зашиваться уже начинаешь я считал что у меня собралось диалогов сейчас данный момент если бы я сидел по пять минут на каждое дело тратил мне бы сейчас потребовалось это месяц сутки то есть сутками 24 до 4 месяц я где бы должен съел отвечать это на один вопрос а он задаст 10 вопросов даже если ему ответишь он обязательно задаст еще следующий вопрос и ты уже скажешь мы были на чувак я не могу типа про себя скажешь и не в не больше отвечать него я скажу с говном сейчас говно смешает и по типо зажравшись честно еще одна причина почему реально ты для них развлечение для него выбор либо кончен на ютубчике посмотреть либо с тобой потрендить можно тем более ты как бы уже такой наш они видят что ты пользуешься некоторой популярностью среди других людей они тебя оценивают как уже интересную фигуру я не если ты им отвечаешь и надо да 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 ну вот собственно это вот две таких причины но это не ты опять же не не потому что там сейчас опять же скажут люди типа я тебя не об этом спрашивал я тебя другого спрашиваю что ты знаешь только только ты там какая тебе регистратор какой и тогда просто ну реально я перестал это делать потому что это всем никуда и вся информация необходимая вся такая типовая которую в целом можно где-то найти до ризы не спрашивают на что у тебя за мотоцикл у меня куча хэштегов в инстаграме как вы мне мотоцикл у меня написано в шапке instagram ко мне мотоцикл мне написано в описании канал какой мне мотоцикл у меня в куче видосов где на своем мотоцикле название мотоцикла тем не менее какая камера тоже мне везде написано в основном просто человек посидит две минуты хотя бы просто свое время не подать своего времени потратить не моего а своего времени потратила бы согласен естественно когда человек приходит в жизни меня спрашивают о чем-то я им конечно все расскажу про что ты живой человек это не безликая аватарка которые меняются каждый день там пасует по сотне ну да и ты видишь что человеку действительно это интересно они он тебе написал не просто потому что вот ты там какой-то гуляй на чувак что ты ему ответил когда ты увидел узнал про мой канал вес не считать вот то видео самое-самое первое вообще у меня касается окат колодец на мой на мысль его не считать сибирский обзор сибирь 650 а да 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 вот второй уже видос который я включу это вот был уже прям новый видос ну и чё скажешь у меня ничего нового не узнал много ляпов и чувак точек на матчасть учить короче ребят я не знаю мы уже мне кажется все обмусолили джет нормальный чувак я думаю что я поменяю мнение свое поменяешь название ты поменяешь чесло 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 паудали игра не ставил шутка шутка даю пожелать чем подписчикам и закончим прямо знаешь как его съезжая столом и когда все наказано тебя пацан теперь ты будешь говорить тост короче парни у кого нет мотика покупайте мотик тот который вам потом будет интересен хотите спортбайк покупать спортбайк хотите дорожки стритуху покупайте стриту но главного то не катайте а покупайте а потом сами уже поймете чего вам нужно смотрите правильные видосы мои мои промежутках между моими хотите хотите скучную техническую хрень смотрите его видосы хотите школьные титьки это ко мне все давайте кстати штука этого этому видео да если кто не знает джета ссылочка будет в описании на его канал тоже загляните к нему и если что то даже можете подписаться я буду не против но не пишите ему вконтакте он вам не ответить все равно не потому что и саш конечно не потому что он чесвэшник потому что просто потому что мы объяснили почему да всем лютая катка ребят увидимся на дороге точно это твоя короночка пока и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok